Слушай, Туллиген, я так рад, что ты пришел. Так давно я тебя не видел. Наверное, ты в своем ГИМО там учишься и постоянно занят там. Ты же будущий министр иностранных дел. И Туллиген ко мне пришел в гости. Почему я его так люблю? Не только потому, что он мне помог выставку там организовать в ГИМО. Ну, когда у нас это? Летом или весной 2019 года мы провели выставку. У Хасая в МГИМО. Да, да. Она была приурочена к годовщине МГИМО. Да, годовщине МГИМО. И целую неделю, 19 работ, по-моему, нет, 10 работ, да? Не помню, я уже сколько работал. 10 работ совместно с другими художниками. Да. Было выставлено в МГИМО. Посещали разные послы эту выставку. Да. Должностные лица, студенты из разных вузов. И в том числе иностранных, зарубежных. Ну, ты посмотри, какой. Вот точно будущий министр иностранных дел. Смотри. Я стесняюсь. Вот он пришел ко мне и говорит. Дагестанская сабля Хасай. Да, где твоя сабля, чтобы я ее взял, да? Вот картины с этой выставки. Видите, они еще в рамах. Обычно я когда показываю какие-то свои картины без рам, а эти в рамах. Тульен, покажи вот еще. Ну, также была вот такая картина у вас. Да. То ли 9 картинка. Хасай, она закреплена вверху просто поэтому. Не, Хасай, давай просто так в руках подержу. Все, ну давай, поставим. Или поставим. Да, поставим. Пусть все смотрят. Да, пусть все смотрят. Ты знаешь, картин мне эти многим нравится. Вот такая картина у нас была. Ожидание. Ожидание. Но мы ожидаем на самом деле другое. Мы ожидаем на аукцион в Солсбери выставим работы Хасая. И Хасай говорит, за 100 миллионов, ну подумай. Хасай согласен за 100 миллионов. Я думаю, как бы не продешевил. Ну тогда бы точно туда идет быстрее, стал министром и остальных дел. За Солсбери, чтобы попасть. Ну, картина этого стоит. Просто так же механизм какой-то очень сложный. Дело в том, что, друзья, на Западе особенно, чтобы заниматься бизнесом. И в общем, очень ценится знание искусств, истории искусств. Поэтому Хасай у нас вот такой деятель искусства. Ученый, психоаналитик, психофизиолог. Визиолог. Врач-психолог, писатель, поэт. Ты не представляешь, что, Ген, хочу тебе сегодня похвалиться. Вот сейчас чай будем пить. Сейчас будем чай пить. И там мне вчера, вчера вечером, там мне прислала наша друг с нашей школы, чей будущего, Хома Кутурус. Дворник ее фамилия. Фамилия дворник. Такая, тонкая, психолог она сама, она в Украине живет. В Украине? Да, в Украине. Она прислала такой текст, она говорит, твоя поэзия, но моя поэзия. Она говорит, сродни, говорит, великому, как там был, какой-то очень несколько сот лет назад, забыл, как его зовут, но мы сейчас посмотрим. Да, что он тоже, говорит, был такой проникающий в понимание, алмаз души моей он искал, как Божий свет там, он искал там что-то такое. Ну, как же его зовут? Слушай, я посмотрю, ты пока вот эту картину поставь, а я тут же посмотрю, а ты пока снимай, потому что я хочу, чтобы Тулиген передал привет. Так, передал привет. Вот сейчас я посмотрю наш фейсбук здесь. Раз, раз, раз. Сюда поехали. Так, дворник наш, наша дворник. Сейчас я почему специально ищу, чтобы имя поэта, имя поэта, чтобы... Вот, сейчас дворник я нашел, Светлана, так? Да, и она пишет, она пишет. Наташа, вот еще и мама. Ой, смотри, смотри, Светлана Дворник написала мне, что моя поэзия как что-то лет назад. Эта работа также участвовала в выставке, она называется «Учительница». Так, теперь внимание хасаю. Давай сюда, вот. Светлана Дворник написала, что моя поэзия так сотни лет назад. Великого Кабира. Кабира. Ты представляешь, да? Великого Кабира. А я посмотрел в Википедии, значит, и нашел стихи Кабира. Это несколько сотен лет назад. Немеркнущий алмаз любви утерян, Всюду хлам и ссор, И где бы кто ни норовил, Найти его в ущельях гор. Ну, это мы четверостише прочитали. Среди Кабира в Кибении рек, Сходили запад и восток, Сливались день и год и век, Алмаза не нашел никто, И лишь Кабир, всей раб небес, Смирение отыскал его, И бережно прижав к себе, Вожег в душе святой огонь. Кабир, ты представляешь? А он, оказывается, я посмотрел в Википедии, друзья, посмотрите в Википедии, Кабир, он, оказывается, такой был величайший поэт, он так вот мечтал открыть в душе своей вот этот свет и помочь людям. Ну, ты представляешь, да? Ну, у меня такой вот друг, а у нас в школе много друзей вот таких, а Светлана Дворник, друг такой мой большой, потому что она в Украине. А ты знаешь, что мы же со всеми дружим, вот ты будешь министром иностранных дел, ты будешь знать, что наша школа человек будущего дружит со всеми странами, потому что во всех странах и на западе и на востоке есть такие нормальные люди, которые любят творчество, любят созидание, не только эгоизм там, не только там еще что-то. И вечно эта проблема, вот эти высоты духа и деньги, и деньги, и вот эта вот вечная проблема там. И как раз-таки у Кабира, вот этого знаменитого, был сын, да, сын Камиль, по-моему, там, у которого с ним был диалог на эту тему. Это очень, я всем друзьям предлагаю, посмотрите в Википедии вот этого поэта, а у меня там было хорошее стихотворение, да, и она поэтому написала, что... Школа Homo Futurus по сути тоже выполняет роль народной дипломатии, наверное, да? Правильно. А я знаешь, почему тебе об этом говорю? Потому что ты мне сказал, когда там выставку ты помогал организовывать там ГИМО, они сказали, а почему вот, почему вот у него картины такие замечательные, а мы же им ГИМО, мы же там должны как-то показать, что это какая-то связь. А тогда я тебе сказал... С международными отношениями, с дипломатией. С международными отношениями, да. Я тогда тебе подсказал, что я заслуженный врач Республики Дагестан, и в то же время лауреат премии Венского комсомола Армении. Да, кроме того, Хасай, при мне тебе звонили с Восточной Европы. Это с какой страны у нас? А ты смотришь, когда ты здесь был? Да, да, да. Ну, там я не помню уже, кто... Я же как раз изучаю Европу, европеист. Да, ты европеист. А ты в том числе, твои книжки переведены на европейские языки. Ну, да, да, на разные переведены. Слушай, давай вот еще раз посмотрим на картину, и покажи, как ты с саблей вот так... Вытащи саблю, как вытаскивают на самом деле. Во-во-во-во. Смотри, красавица. Посмотрите, девочки, глазки прикройте, а то влюбится. А мы его так просто не отдадим. Как говорится, только с большим преданным. Или как это делается, я не понимаю. Я шучу, я большой шутник, вы знаете. Поэтому, Хасай, такой человек, который и деятель искусства, и поэт, и художник. Хвали, 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 хвали. А то подумают, что... И в принципе он ведет социальную политику свою. Не гонится за длинным рублем. Да, народная дипломатия называется, да? Нет, народная дипломатия, это когда международные отношения, как будто с другими странами. Ну и в целом, и народная дипломатия, и в целом. Ты представляешь, я так горжусь Тулигемом, потому что это человек творческий. Несмотря на то, что он будет будущим министром иностранных дел, он человек творческий. Можно я так пошучу, да, Турниш? Потому что у него сабля. Я очень горжусь думать, Хасай. Потому что если кто не будет служиться, вот вам будущий министр иностранных дел. Спасибо, Хасай. Да. Да, ты посмотри, а. Слушай, но я скажу, что я не назначаю министра. Нет. Мы просто обучаем людей управлять своим состоянием. Ты мой первый электорат. Да. Правильно, правда. Это правильное слово. Мы обучаем и министров, и замминистров, и вообще любых людей быть нормальным, быть творческим, находить контакт даже с проблемным собеседником. Обычно это очень нужно в переговорных процессах. Вот, опять же, дипломатия. Дипломатическая функция. Да, правильно, правильно. Ну, ладно, друзья, до встречи. А Светлане Дворник, еще один большой привет от меня. Видишь, какие у нас мужчины с саблями. Ну, я хотел бы добавить. Сейчас я вот к тебе направляюсь, пришел из музея искусств имени Церетели. Твой коллега, по сути. Ну, коллега. Я там докладывал. Он и художник, он и скульптуры у него какие. Что ты, Церетели, это мы уважаем очень. Я там делал доклады на ученом совете. И представляете. И там сидел, значит, один человек, он говорит, а вы не могли бы моей жене помочь? А я говорю, ну, позвоните. Я же не знал, кто он такой. Там ученый сабляет, я доклад делаю. В Церетели взял одну из фотографий с моими картинами. Там мальчик с птицей. Показал так всем и говорит, о, хороший рисунок. И я потом взял эту визитку, этого человека. И потом у меня в гостях сидел Хаджи Мурад. Ну, он тоже почетный академик искусств, художников и так далее. Ну, маэстро, привет, если ты посмотришь. Я его очень люблю, нашего Хаджи Мурада. Кстати, с него я палец Хаджи Мурада в самолете придумал. Когда мы летели, Хаджи Мурад мне сказал в самолете, ты всех учишь ключу, а меня не учишь. А там самолет, где там руки разводить? Я ему говорю, ты представь себе, что палец двигается. И вот так раз-раз-раз-раз, и потом я говорю, что ты там делаешь? Он говорит, ну, подожди, да, я говорю, а что там такое? Он говорит, я свои картины начал видеть, какие буду рисовать. Как этот самый, знаешь, ну, самый великий художник тоже. Дали? Дали, Дали. А у него ключ был в руке, его там один монах Капуцуни научил. Ключик в руке, он сидел в качалке, задремывал, а ключ в руке, чтобы, если вдруг он заснет, упадет, медленный тазик извинил, и он просыпался. И он искал вот это состояние межосновым годом. Да, межосновым годом, и там свои картины. И Хаджи Мурад тоже вот так напачкал. О, я, говорит, свои теперь картины не вижу. Я там в книге «Защита Асессы» написал этот прием, парец Хаджи Мурада, вот этот прием. Ну, вот так можно делать, вот так, а можно вот так делать, а можно по-разному делать. Так вот, оказывается, когда Хаджи Мурад у меня был в гостях, я ему эту визитку показал, этого человека. Ты мысль не потерял мою, нет, этого человека. А то у меня много историй я могу рассказывать, да. И он показал, и я ему, говорю, слушай, у меня человек ее попросил, говорю, жене его помочь. Должен позвонить. Он говорит, слушай, ты обязательно помоги. Я говорю, а кто это такой? Его же жена, говорит, Белла Ахмадолина. Ты что, не знаешь, что ли? Это же наш великий художник, знаменитый. Ты представляешь? А я же тогда летал, самолеты туда-сюда, времени нету, того-сего. Вот вместо того, чтобы вот так сосредоточиться, я бы мог с этой великой поэтессой, я так люблю Белла Ахмадолина, я бы мог ей помочь тогда. А я же не знал, кто это такие, понимаешь? Ты мне не помог. Да я же улетел куда-то, до командировки, там, эти теракты постоянно, я летал, там, помогал. Психологи МЧС, я их обучал там раз. Видишь, какая у меня история? Были люди, с которыми я не встретился, а мог. А если бы я встретился с многими другими людьми, а если бы мы их научили снимать стрессы, выходить на состояние, восстановление и так далее, ну, мы бы столько людей не потеряли бы, потому что есть такие люди, где мы успели это сделать, и они живы, и они творят, да, и вот мы с тобой, вот, дай я тебя обниму. Мы вдвоём, с Тульяном, в следующий раз с вами встретимся ещё, когда ты придёшься ещё раз? Ну, как, пригласишь. Я тебя всегда жду, ты мой друг. До друзей, я открыт всегда. До встречи, друзья, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok